сегодня у нас первое воскресенье месяца трапеза господня у меня подготовительное слово к трапезе господь его открыл во время поездки в китай частью я делился в пекинской церкви и тема сегодняшней проповеди обменная валюта небесного царства хотите узнать не от меня от иисуса христа то есть все основано на библии какая валюта действует небесном царстве и это написано в книге откровения давайте вместе откроем в 3 глава я буду немного сегодня касаться лаудикийского периода 3 глава 14 стиха написано так это слова самого господа иисус христа и ангелу лаудикийска церкви напишет так говорит аминь свидетель верной истины начала создания божия знаю твои дела практически в каждом послании каждой церкви иисус христос произносит вот эту фразу знаю твои дела то есть иисус христос смотрит не только на нашу веру он смотрит на ток какие дела вытекают из нашей веры потому что вера без дел мертва и вера делами достигает совершенства может сказать на это аминь поэтому иисус христос смотрит на наши дела и он говорит знаю твои дела он не говорит знаю твои слова знаю что как ты прекрасно проповедуешь он не говорит знаю как ты прекрасно выглядишь он не говорит знаю насколько ты богат он говорит знаю твои дела ты не холоден не горяч если бы ты был холоден или горяч но как ты тепл а не горячий не холоден то извергнуть тебя из уст моих ибо ты говоришь я богат разбогател и ни в чем не имею нужды это последняя лаудикийский период в котором мы живем церковь будет так говорить я богатая церковь я сама разбогатела в написано разбогател без бога без без божьего участвует это мои усилия я вот такой способны талантливый церковь у нас сама достаточная она не нуждается в боге в принципе мы сами всего достигли сами всего добились хотя и называемся вроде бы как божий церкви и ни в чем не имею нужды узнать как это страшно страшно сказать перед богом бог я ни в чем не имею нужды ну на самом деле это все равно что сказать что церковь будет говорить я и боги не нуждаюсь они знают что ты несчастен и жалок и нищ и слеп и нак и смотрите что говорит иисус христос советую тебе купить у меня иисус христос говорит эту фразу он будет советую тебе купить то есть мы можем что-то купить у иисуса христа и знаете раньше в древние времена понятие купить это не только что-то купить за деньги это такое товарообмен то есть можно было обменяться то есть можно принести было свой товар и обменять его на то что тебе актуально или необходимо это тоже можно было купить таким образом обменяться change советую тебе купить у меня золото и вот сегодня мы об этом поговорим огнем очищенное чтобы тебе обогатиться то есть действительно обогатиться по в Божьих глазах. Мы узнаем, что такое богатство в Божьих глазах, глазами Иисуса Христа. Белую одежду, чтобы тебе одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Иисус Христос предлагает нам, в том числе, потому что мы живем в этот период, Он предлагает у Него что-то купить. Вот сегодня я бы хотел на этом так остановиться, и это будет также подготовка к трапезе Господней. Потом у нас сегодня будут гости, вернее, у нас уже есть гости. Попросили слово, и поэтому мы предоставим буквально 20-25 минут. Хорошо, потому что это было для нас неожиданно, чтобы служение не затянулось, потому что у нас сегодня трапеза Господня. Но мы помолились, и так вот в духе пришло, но все равно предоставить вам слово, возможность сказать, поприветствовать церковь. Поэтому добре дошли. Итак, я бы хотел сегодня сперва начать с валюты, которая у Иисуса Христа. Что обозначает золотом, огнем очищенное? Что означает белая одежда и что означает глазная мазь? Ну, хотя бы дать толкование, которых на самом деле очень много, ну, просто я их так суммирую, дам такой интеграл. Я думаю, мы понимаем, что такое золото огнем очищенное. Ну, всегда, практически всегда под золотом подразумевается. Особенно, когда говорится о золоте, ну, написано, в псалтере написано, золото семикратно очищенное огнем. Не просто один раз, а семикратно очищенное огнем. Есть одна притча, и она основана на реальных фактах, что золото плавит до тех пор, пока в нем не отобразится образ плавильщика. Понимаете, о чем я, да? Когда золото станет, как стекло, как золотые улицы Иерусалима, когда каждый сможет увидеть там отражение. Золото огнем очищенное – это всегда прообраз веры. Веры, которая испытана страданиями, которая испытана какими-то обленными испытаниями, которая прошла, какие-то обленные такие экзамены, которые Иисус Христос нам периодически дает. Поэтому Петр пишет, испытание для нас странного, не чуждайтесь, да, как приключение для нас странного, да, о том, что просто на самом деле… И пишет о том, что в вере вашей покажите добродетель, добродетель, рассудительность и так далее, и то подобное. То есть здесь как бы понятно, Иисус Христос предлагает у Него купить веру. За что купить? На какие деньги? Какая валюта циркулирует в Царстве Небесном? Мы сегодня об этом. Второе, вторая валюта, которую предлагает Иисус Христос, что мы можем у Него купить? Мы можем у Него купить белая одежда. Он предлагает с обеду тебе купить у меня белую одежду, чтобы тебе одеться, чтобы не видна была срамота на АГТ твоей. И третья валюта, которую Иисус Христос предлагает, Он предлагает купить у Него глазную мась. Под белой одеждой, я думаю, вы тоже со мной согласитесь, о том, что Иисус Христос предлагает у Него, ну, то есть сделать такой обмен. Предлагает у Него купить праведность по вере в Иисус Христа. Есть такая праведность, Иисус? Есть наша праведность, которая на самом деле по Библии называется самоправедность. Это наши дела, это наша попытка угодить Богу своими какими-то поступками. Это попытка человечества, попытка Израиля исполнить закон, который невозможно исполнить. Если ты захочешь исполнить закон, исполни, попробуй исполнить его весь. И в этом есть на самом деле проклятие. Невозможно исполнить закон своими человеческими усилиями. Это проклятие. Но по Новому Завету, что Иисус Христос предлагает? Мы можем исполнить закон совершенный, закон свободы, тот закон, который принес Иисус Христос, этот закон благодати, аминь, да, не своими силами, не своими усилиями мы можем обрести его праведность, праведность по вере, его святость. Тогда приходит сила Святого Духа и дает нам такое помазание, аминь или не аминь, да, такую силу. И в переводе, я в прошлый раз проповедовал именно об этом, благодать еще и переводится как сила, которая дана нам, чтобы испытать свою беспомощность, свое бессилие и воспользоваться этой силой во всех тех ситуациях, когда мы беспомощны, когда мы сами ничего не можем. А что мы можем вообще? Я хочу сказать, что без Иисуса Христа мы ничего не можем, вообще ничего не можем. В духовном мире это мы просто прах, разметаемый ветром. Ничего не можем. Сразу капитулируй, скажи Иисус Христос, я даже не буду пытаться, я даже не буду пытаться без тебя что-то делать, потому что зачем смешить дьявола, да, он будет просто смеяться тебе в лесу. Но когда мы являем дела Иисуса Христа, дьявол бежит. Он в страхе. В страхе только до Иисуса Христа, потому что Иисус Христос победил его 2000 лет тому назад. Не я победил дьявол, не ты, не вся церковь в целом. Победил его Иисус Христос и дал власть церкви своей. Но мы побеждаем только силу Иисуса Христа. Аминь или не аминь? Силу Иисуса Христа. Итак, белая одежда, это одежда праведности. Вот эта глазная мазь, да, в толкованиях приводится о том, что это и прообраз видения, о том, что очень важно видеть, куда нас ведет Иисус Христос. Видеть его спину, видеть его шаги, видеть его шествия, видеть его следы, идти за ним след в след. И видение, и видение. Ну, есть два понятия Библии, которые близки по своему смыслу, но на самом деле они разнятся. Есть видение, а есть ведение. Ведение – это знание. Проклят мой народ, говорит пророк, да, от недостатка ведения, от недостатка знания, познания Господа. И это прообраз водительства. Ну, все водимые Духом Святым, Суть, Сыны Божьи. Аминь или не аминь. Мы можем водиться Духом Святым, когда мы послушны, когда мы видим Иисуса Христа, когда мы слышим Его голос. По-другому никак. Когда мы смирены, когда смиряемся под крепкую руку Божьей. И вот за что мы можем купить? Какая такая валюта от нас предполагается? Давайте мы подумаем об этом сегодня. Я начну с третьего. О том, что за что мы можем купить глазную мазь, которую предлагает Иисус Христос. Чтобы открылись наши духовные глаза. Чтобы нам видеть, что делает Иисус Христос. Чтобы делать то, что Он делал когда-то. Чтобы поступать так, как Он когда-то поступал. И вы знаете, для того, чтобы начать видеть Иисуса Христа, водиться Духом Святым, идти вслед за Ним, нужно по крайней мере твое посвящение. То есть без посвящения понятие видение или видение, оно просто невозможно. Ты должен быть посвящен. Без посвящения мы не можем познать Господа. Как мы сегодня начинали служение с первого псалма. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля Его. И о законе Господнем Он помышляет, размышляет день и ночь. День и ночь. Вы знаете, мы понимаем, что по Ветхому Завету пророки, люди Божьи размышляли в основном о законе Божьем. По Новому Завету мы размышляем, мы призваны, по крайней мере, размышлять о законе совершенном. Законе свободном. Законе, который принес нам Иисус Христос. И вы знаете, этот закон очень простой на сегодняшний день. Он всего лишь в двух заповедях. Какие это заповеди? Возлюби Господа Бога Своего. И вы знаете, даже не это. Шма Израэл. Адуна Элаэхум. Адуна Эхат. Слушай, Израиль. Господь Бог наш есть, Бог единый. Так начинает первую заповедь Иисус Христос в Евангелии от Марка. Помните, да, это? И потом он же говорит, и возлюби Господа Бога Своего всем сердцем, всем разумением, всей душой, всей крепостью своей. И вторая заповедь подобна ей, возлюби ближнего Своего, как самого себя. Аминь или меня? Я ничего не добавил? Аминь. Слава Богу. Первая заповедь. Слушай, Израиль, Господь Бог есть, Бог единый. Я здесь абсолютно солидарен с израильтянами, которые верят в единого Бога. Я тоже верю в единого Бога. Я верю в то, что у этого единого Бога есть единое Слово, которое есть единократное. Единственное, рожденное подобным образом, в определенный момент, это Слово, Слово Божье, стало плоти и обитало среди нас полной благодати и истины. Это написано в Евангелии от Иоанна, в 1 главе, 14 стихе. Бога не видел никто никогда, чуть позже написано в 18 стихе. Единородный, сущий, сущий, да, еще раз, ну, то есть я недавно об этом проповедовал, сущий это буквально Иегова. Тот, кто был от начала в отце, который был в отчреве отца, у которого нет на самом деле ни начала, ни конца, Слово Божье. Сущность Иисуса Христа – это Слово Божье. Через Него все началось. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Вначале оно у Бога было, да, Слово. И все начало быть, что начало быть, и ничто не начало быть, что начало быть. Евангелие от Иоанна говорит о том, что все то, что мы видели когда-то, родилось через Слово Божье То есть Бог сказал и сделалось, повелел и исполнилось И сказал Бог, да будет свет, и стало так, аминь или не аминь И сказал, да будет твердь, и стало так Бог говорит, и это происходит Вот так, просто вот так, мгновенно Потому что это Бог, Он всемогущий У Бога есть Слово Божие, которое есть Иисус Христос, Иешуа Машех И у Бога есть Дух Божий, который сегодня обитает в нас, верующих по Слову Иисус Христа Который принес истинную благодать И этот Дух Святой, Он излился в наши сердца любовью Слава Нашему Богу И вы знаете, я сейчас проговорю про нашу валюту Вы, может быть, немножко удивитесь Потому что это мое личное откровение Вот здесь начинается мое толкование И, может быть, я здесь могу где-то, можете меня где-то что-то поправить Первая валюта И она действительно ценная Я с нее начал О том, что за эту валюту мы можем купить глазную мазь Это время Поразмышляйте хотя бы немного А лучше много, конечно Потому что Библия призывает нас постоянно об этом размышлять Куда мы тратим свое время? Куда мы посвящаем свое время? Я могу так сказать о том, что Здесь вы сразу услышите ответ То, чему вы посвящаете свое время Тому вы и служите Если вы посвящаете все свое основное время С заботом века сего В суете Ну, постоянно Я удивляюсь людям, которые Целый день Телевидение, радио, интернет Вот так, ну, просто Информация какая-то качается Качается, качается И это не Божья информация Мир просто вот так Мирская музыка Мирская информация Политика Ну, там еще какая-то Я уже давно этого не слушаю И просто Если это вот так постоянно слушать Ты этим пропитываешь То есть идет пропитка определенная такая И потом ты, конечно, просто на самом деле Все это начинаешь исповедовать Потому что от избытка сердца говорят уста Потом ты начинаешь все это произносить И удивляешься Откуда это что берет? Откуда взялась во мне эта грязь? Да? Вот так ты это слушаешь Вера, потому что От слышания от слова Если слушаешь Слово Божие Будет приходить Божья слава Слово Божие из тебя будет выходить Если будет приходить информация мирская Из тебя будет выходить мир Мирская информация Аминь или не аминь? Ну, так Кому я посвящаю свое время? Вы знаете, я хотел бы открыть одно место, которое написано во втором послании Петра. Во втором послании Петра, 2 глава, 17 по 22 стихи, здесь написано так. Это безводные источники. Апостол Петр здесь пишет про лжепророков, про лжеучителей. Он обличает, он предупреждает церковь, старается ее оградить, защитить. Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бури. Им приготовлен мрак вечной тьмы. Вот что приготовлено для лжеучителей, для лжепророков. Ибо, произнося надутое пустословие, они улавляют в плотские похоти и разрат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Здесь можно смело назвать, например, фарисеев или судыкеев. Они обещали людям свободу, они вели за собой. Иисус Христос их обличает, говорит, слепые вожди, вожди слепых. Слепой ведет слепого, и оба падают в яму. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Смотрите, вот эта фраза. Кто кем побежден, если ты побежден влиянием этого мира, информацией этого мира, то ты и раб этого мира. Если ты все свое время тратишь на ток о том, чтобы просто заработать деньги, или постоянно думаешь только о деньгах, как обогатиться, как заработать кучу денег, просто неизвестно для чего, и вся сила уходит туда, ты раб денег, ты раб мамоны. Ты ему служишь. По крайней мере, если система ценностей вот так выстроена, о том, что просто если у тебя по системе ценностей, если большую часть времени ты отдаешь, например, бизнесу, даже не семья, а бизнес, то ты служишь не Богу, ты служишь бизнесу, мамоне реально. А если забота о деньгах стоит даже выше Бога, то ты далеко не Божий человек. То есть ты можешь сам себя обманывать, говорить, что я христианин, но если всю свою часть своей жизни, своего времени ты тратишь на то, чтобы постоянно вот заработать, 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 то это не Божие дело, это неправильная система ценностей. Я прочитаю дальше. Ибо с 20 стиха. Если избегнув скверн мира, через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Гораздо легче быть, лучше быть в представлении апостола Петра вообще неверующим человеком, не знать истин Божиим, чем познать истину, познать Бога и потом отойти от Него и опять осуетиться. Но с ними случается поверная пословица. Это апостол Петр говорит. Пес возвращается на свою блевотину и вымытая свинья идет валяться в грязи. Иисус Христос говорит еще похлеще. Он говорит о том, что содержимым человеком, после того, как он получает освобождение, и бес возвращается к нему, видит, что там не занято. Да, Библия говорит, что там все выметено, вычищено, но не занято. Не занято кем? Иисусом Христом. Богом не занято. То берет он семь духов злейших в себя, входит в того человека, и последний бывает хуже первого. Аминь или не аминь? Это слова уже Иисуса Христа. То есть очень опасно. После того, как ты познал Иисуса Христа, опять вернуться в мир, это может сделать тебя еще более одержимым человеком, чем когда ты был до уверования. Это опасно. И вот я это место прочитал именно о том, чтобы просто показать о том, что вот наша валюта, которая нам дана, нам дана валюта определенная, нам, Богом дана валюта, которая называется время. Богу время не нужно. У Бога другое понятие. У него другие ценности, у него другая валюта. У него вечность. Слышите меня? У Бога написано один день, как тысячи лет, и тысячи лет, как один день. Так или не так? У Бога вечность. А нам Он дал время. Я хотел бы так сказать. Ну, только у меня родилась такая метафора. Бог нам дал время на малое время. А может дать вечность на целую вечность. Только вот где эту вечность ты проведешь? Вы знаете, можно вечность провести в аду. Аминь или не так? Ну, так Библия говорит. Я ничего не придумываю. Можно целую вечность провести в раю. И, конечно, Иисус Христос такую задачу ставит. Написано, Бог не желает смерти гречника. Он желает, чтобы все. Слышите? Все. Желание Бога, чтобы все пришли к покаянию. Без исключения. Это желание Бога. Бог не желает, чтобы кто-либо погиб. Желает, чтобы все пришли к покаянию. Это его сердце. Это его любовь. Но многие люди настолько безрассудны, что они думают о том, что да ладно, там что там. Просто в церковь куда-то идти, в воскресенье. Я лучше куда-нибудь поеду отдохнуть. Библию читать. Ну, зачем это? Молиться, на коленях стоять. Ой, да. Найду что-нибудь себе поинтереснее. И живет какой-то беспечной, беззаботной жизнью. И не понимает, что его ждет. И он начинает тратить свое время. Эта валюта очень ценная. Как вы думаете, это ценная валюта? Это очень ценная валюта. Время нам дано. Не для того, чтобы мы его вот так разбрасывали направо и налево. Время нам дано. И Бог наблюдает за то, как мы распоряжаемся временем. Куда я трачу свое время? Если я его распыляю направо и налево, то Бог просто вот так наблюдает. Ну, просто смотри, что ты сделал со своей жизнью. Просто постепенно время, распоряжение своим временем увело в тебя в какую-то суету. То есть ты все время забочишься о ни о чем. Просто какая-то суета. Постепенно незаметный человек без Бога. Без Бога человек просто погружается в такую тьму, тараканию. И уже в этой жизни может погрузиться в настоящий ад. Но все равно, ну, Иисус Христос очень много раз предупреждает. Где он являл свою силу и полноту, он говорит, что Содом и Гаморий будет отраднее, чем тому месту, где было явлено столько сил, что, ну, если бы там, ну, Лот проповедовал бы в Содоме и Гамории, то эти города бы давно покаялись. Понимаете, да? Просто, ну, тут... И вы знаете, я вот сегодня немножко проговорю вот эту мысль, потому что это предупреждение, на самом деле, оно очень важно. Ад – это страшное место. Ад – это не изобретение Бога. Ад – это то место, где будут собраны личности, которые приняли решение сознательно жить без Бога. Это изобретение дьявола. Потому что он это место создал своим присутствием. Он создал место, куда собираются все его последователи. Потому что в то время, когда я не слушаю Бога, в этот же момент, я хочу сказать, ты начинаешь слушать дьявола. Потому что другого не дано. Или одному будешь служить, а другому не родить, да? Не любить. Или о другом начнешь заботиться. И так далее и тому подобное. О том, что если мы не угождаем Бога, то мы автоматически угождаем дьявола. Аминь или не аминь. И начинаем... Фарисеи искренне верили в то, что они служат Богу. А Иисус Христос приходит, смотрит к ним, говорит, вы гробы окрашены. Ваш отец... И говорит им правду. Ваш отец – дьявол. Слышите меня? Как вы думаете, для фарисеев это было приятно слышать? А они были уверены, что они Богу служат. Иисус Христос сказал им правду. Незаметно делали свой религиозный бизнес, религиозную карьеру какую-то. Они осуетились и забыли вообще о Боге. И делают вот такие какие-то свои человеческие дела. Человеческие беззакония на религии. Самая опасная, страшная вещь. Очень много людей будет погублено и уже погублено на религии. Мертва религия, которая человеку ничего не дает, кроме смерти и проклятия. Слава нашему Богу! Я перейду к второй ценности, вторая ценная валюта, о которой мы сегодня проговорим с нашей стороны. То есть мы говорим сейчас, что Иисус Христос предлагает. Он предлагает нам белую одежду. Наша валюта – это наша нагота. Ну, так вот написано в книге «Откровения». Нагота – духовная или наша человеческая самоправедность. Это уже толкование. Попытка угодить Богу своими добрыми, благими делами. В кавычках благие. В мире говорят, благими намерениями проложена дорога куда? В ад. Вот я про ад не договорил. Ад – это место, про которое Иисус Христос… Вы верите в Иисус Христа вообще? Или вы верите тому, что Иисус Христос говорит? Потому что я иногда встречаю таких людей, которые годами ходят в церковь, а потом говорят, а все-таки Бог есть. И для меня это бывает так удивительно. То есть человек 10 лет проходил церковь, и говорит, а все-таки Бог существует. Ну просто я вот… И вот начинает рассказывать, да? Я поэтому спрашиваю о том, что вы… Потому что многие не верят в тому, что Иисус Христос говорил. Я верю Иисус Христу на тысячи процентов. Я верю в то, что каждая буква, в все то, что Он сказал. Он говорит, небеса придут, мои слова не придут. И Иисус Христос говорит об аде. Это не популярно в церквях, но Иисус Христос… Если Иисус Христос об этом говорит, я тоже буду об этом говорить. И Он говорит о том, что ад – такое место, где будет плач и скрежет зубов. Непрестанное место мучений. Он приводит притчу о богаче и лазере, и говорит о том, что оттуда уже к нам уже не переходит, и от нас к вам уже тоже не переходит. Это бездонная пропасть. Если человек туда попал, он уже оттуда не выйдет. Место страшной боли, страшных мучений. И, знаете, я приведу такой просто пример. Это место какой-то вот, ну, просто зубной такой тотальной боли, которая поразила твою центральную нервную систему, периферическую нервную систему. И, например, если у человека возникает такая страшная зубная боль, одна из самых, или там люмбальная боль, например, там поясничная боль, которая тоже является очень страшной. И вот лично меня спасает, когда возникает зубная боль. Я так думаю, ну, рано или поздно эта боль закончится. Ну, там кариес, там гноник какой-то, абсцесс. Ну, просто я мучаюсь, страдаю. Вот ад – это то место, где боль никогда не закончится. Никогда. И ты можешь подумать, ну, может быть, через 10 лет закончится эта боль. Через 100 лет, может, она закончится. Через тысячи лет она закончится. Через 10 тысяч не закончится. Вечная боль, вечное страдание. Я обязан вам это сказать. Я обязан предупредить. Страшное место, из которого больше нет выхода. Нет возможности покаяться, обратиться к Богу и сказать, Господи, я все понял, прости меня, пожалуйста. Не будет такой возможности, если кто-то попадет в ад. Не дай Бог. И в то же время я хочу сказать о рае. Иисус говорит о рае. Тоже говорит, да? Рай – это место непрестанного счастья. Там не будет слез. Иисус Христос говорит, я отру всякую слезу. Гори уже не будет. Боли уже не будет. И ты можешь уже как бы прийти туда по инерции, так думать о том, что ты уже там в Царстве Небесном, ты уже на небесах, ты уже в Золотом Иерусалиме, и ты уже думаешь, ну вот мне уже там полторы тысячи лет, ну может быть там уже пора, уже там суставчика какая-нибудь боль должна появиться. Не появится. Ни через тысячи лет, ни через 10 тысяч лет, ни через миллиарды тысячи лет не появится никакой боли. Место безграничного безумного счастья. Я обязан вам это сказать. Место, куда лично я стремлюсь всей душой. Я желаю, чтобы все мои родные, самые близкие, самые близкие мне друзья, мои родственники, близкие, дальние, чтобы они все туда попали. Но самое главное, что в том месте, да, там будет личность, которая настолько сильно любит нас, безграничная, и ради которой мне не жалко отдать своей жизни, своей души. Вот ради нее я туда стремлюсь. Иначе бы нет смысла, да? Если бы я знал о том, что, ну просто я один туда попаду, и там буду один, да, а все мои родные пойдут в ад, я бы никогда бы не согласился. Я иду туда, и в место любви, в то место, где меня любят, где я любим, и где я могу любить тех людей, которые меня любили, и я которых любил на этой земле. И Иисус мне обещал, спасешься сам, спасется весь дом твой. Я на этом стою и верю. Потому что, Господь, если я уверовал, все мои родные, рано или поздно, рано или поздно, пойдут вместе со мной на небеса, там будет нам очень хорошо. И я бы очень не хотел, чтобы они попали, хотя бы один, чтобы не попал туда, в ад. Потому что это страшное место. Это Иисус Христос говорит. Я Ему полностью, целиком верю, на тысячи процентов. Потому что Иисус Христос говорит не просто правду, Он говорит истину. А истина есть только одна. Аминь. Слава нашему Богу. Значит, вторая ценность, о которой я сегодня проговорил, это наша нагота, это наша нищета. Лаудикейская церковь хвалится своим богатством, говорит, что она ни в чем не имеет нужды, а Иисус Христос тут же говорит, что ты нагая, ты нищая, ты... И перечисляет такие определенные признаки, которые просто стыдно становятся. И говорит, купи у меня одежду белую. Люди могут думать, что они одеты. Люди могут всю жизнь думать. Много людей в этом... Я могу так сказать, миллиарды то точно на земле, всего лишь 6 миллиардов, чуть больше. Несколько миллиардов думают, что они праведные люди, что они добрые люди, что они хорошие, они ничего плохого не сделали, никого не убивали, никого не обокрали, и что им, ну, просто они заслуживают небеса, и при этом не знают, что они идут в ад. Почему? Потому что не поверили в Иисуса Христа. Вот только одна причина. Просто не поверили, отвергли. Нам не нужен Спаситель. Мы и сами хороши. Мы и сами делаем много добрых дел. А Слово Божие говорит, давайте мы это место прочитаем, послание Квесянам, кто-то знает его наизусть, о том, что пред Богом, делами своими, не оправдается ни одна плоть. Это написано в послании к Квесянам, вторая глава. Так, вторая глава. Я уже иду к концу. Еще немножко терпения. Вторая глава с первого стиха. А, с первого по десятый. Но я все не буду читать, потому что слишком много. Я прочитаю только основные стихи. С восьмого стиха. Ибо благодатью вы спасены через веру, сиение от вас, Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился. И опять же, я сразу поясняю, не от наших дел. Мы своими делами никогда не сможем оправдаться. Мы оправдываемся делами по вере. Я сегодня приведу одно такое место уникальное, которое также написано в книге Откровения, что мы буквально оправдываемся делами веры, делами Иисуса Христа. Вот эта вера нас оправдывает. Своими делами мы никогда не оправдаемся. И вот это место об этом говорит. Благодатью вы спасены через веру, сиение от вас, Божий дар, это Божий подарок. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела. И тут же, смотрите, не от дел, чтобы никто не хвалился. И тут же говорится, что мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела. На чьи дела? На дела Иисуса Христа. И тогда все становится понятно. который Бог предназначил нам исполнять. Бог предназначил нам исполнять дела Иисуса Христа. Аминь или не аминь? Это правда. Я перехожу к третьей ценности. То, что мы можем дать Богу в обмен на Его ценность, это была первая ценность, это золото, это прообраз веры, испытанное в огне, испытание, в гарниле уничижения. Мы можем отдать самих себя, мы можем отдать свои сердца, мы можем отдать свои души, мы можем отдать свои тела. Наше тело – это храм всемогущего Бога и Дух Божий, предназначен для того, чтобы там обитать. Как вы думаете, это ценно? Это ценная валюта ты или твоя душа – это ценная валюта? Твое сердце – это ценная валюта? Твое тело – это ценная валюта? Твоя сила, твоя крепость – это ценная валюта? Вы знаете, для Бога, я не знаю, может быть, кто-то, у кого-то низкая самооценка, думает, да, для меня это уже как-то вот... Для Бога, Бог это очень высоко ценит. Он называет нас драгоценной жемчужиной, ради которой Он оставил небеса, оставил свой трон и пришел на эту землю. Для того, чтобы нас найти вот в этой земле, буквально вот так откопать, и все свое имение, вот так, ну, просто происходит вот такой обмен. Иисус предлагает, отдай мне свою душу, отдай мне свое сердце, возлюби меня. Первая заповедь. Возлюби меня всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью. То есть отдай буквально. То есть возлюби, это значит отдай. Самоотдайность, да, есть такое слово. Когда я люблю, я отдаю. Аминь или не аминь? Любовь это не та, которая берет. Любовь это та, которая отдает. Вот любовь, которая вот первая, да, вот написано, первая церковь, Иисус Христос обличает. Ты оставил первую любовь свою. Посмотри, с какой ты высоты упал. Первая любовь. Первая любовь, она предполагает, что, ну, просто вот, я готов ради Иисуса Христа пойти на край земли. Я готов, я посвящаю Ему свою жизнь, я отдаю Ему свое сердце. Вот в этот момент, именно в этот момент происходит обмен. Бог дает мне в этот момент свою веру. Иисус Христос говорит, имейте веру Божию. Аминь или не аминь? Мы отдаем Ему свое сердце, своей жизни. Бог вкладывает в наши сердца свою веру. И эту веру нужно еще испытать огнем, через огонь провести. Это нормальная вещь. Через страдания, испытания, Бог научает лично менять, что? Упованию. То есть я в этих испытаниях научаюсь доверять Ему. Если я раньше не доверял, если я раньше, вот, например, вот в этом кармане, у меня всегда желательно, чтобы были деньги. Вот когда есть деньги, вот здесь, вот в этом кармане, сейчас у меня денег нет, я с Китая с голыми карманами вернулся, могу, могу вот вывернуть, ничего нету. То есть китайцы ободрали, обобрали, обогрели. И раньше у меня паника возникала. Если нету там пачки копюр, я как-то уже так, ну, просто уже как-то неуверенный какой-то в себе такой человек. Вот, просто надо было там, я жена дай денег, ну, просто там, у жены могу отобрать там или еще что-то просто, у детей там перезанять, у кого-то еще что-то. И положил, ой, хорошо, и как-то спокойнее становится. Сейчас у меня денег нету, да, ну, просто потому что апостол восклицает, говорит, не надейтесь на золото, вот, которое, серебро, которое тлеет, которое придет время, и от него ничего не останется. Блажен человек, который уповает на Господа. Вот, надейтесь на Господа, который не тлеет. Аминь, да? И вот на самом деле, просто пусть у тебя карманы будут пустые, если в твоем сердце Господь, ты самый богатый человек. Самый богатый человек. И вот эта ценность, она самая важная. Почему я начал как бы с самого простого, там, купить у Иисуса Христа глазную мазь. Это наше время, это наше посвящение. Потом немножко посложнее о том, что предполагается, да, о том, что купить праведность, отказаться буквально от своих дел, от своей самоправедности, увидеть это, осознать о том, что я без Иисуса Христа ничего не могу доброго сделать на этой земле. Я не договорил вот эту мысль. В мире царит поговорка, «Благими намерениями уложена дорога в ад». Я хочу сказать, эта поговорка мирская, она не точная. Потому что иначе так говорить, если так размышлять, вот, все, что мы благо думаем, ну, благомыслие какое-то, все мои благие намерения, что ведут меня в ад, ну, это же абсолютно, да, не по Библии. Я бы добавил вот к этому поговорке такое, что все наши благие, в кавычках, «человеческие намерения», они реально ведут человека в ад. Они ведут целое человечество. Благие человеческие намерения. Самые благие человеческие намерения уводят людей в проклятие. И я бы добавил о том, что благие Божьи намерения ведут нас на небеса. У Бога есть о нас благие намерения, у Него для этого есть все, полное всеоружие, снаряжение для того, чтобы нас оградить, наполнить силой, дать ресурсы и просто вести нас уже туда, на небеса. И в этом, на самом деле, есть абсолютная правда. Благими Божьими намерениями я иду не в ад, я иду в рай. Аминь. Я иду на небеса. Слава Богу. Аллилуйя. И последнее место, которое я хотел бы сегодня прочитать, перед тем, как мы закончим, оно написано в послании к римлянам, 12 глава, с первого стиха. Итак, умоляю вас, братья, апостол Павел пишет, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Слава Богу. Что-то к нам приходит автоматически. Всегда нужно что-то отдавать, чтобы что-то получить. Невозможно так, что вот я пришел в церковь, сел, да, ну вот как я один раз проповедовал про пассивную Евхаристию, и автоматически мы думаем так. Я пришел сегодня на трапезу Господнюю. Я сегодня приму тело Господне, я приму кровь Иисуса Христа, и я чист, святой, и я иду на небеса. И при этом мне ничего не надо делать. Вот это неправда. Есть активная Евхаристия, которая предполагает, что наполнившись, притягившись, осознав, что мы являемся сегодня частью тела Иисуса Христа, мы имеем полное снаряжение и силу, и благодать для того, чтобы идти исполнять Его дела, идти исполнять Его волю. Аминь. Я сегодня призываю вас сделать обмен, купить у Иисуса Христа, как Иисус Христос предлагает нам и сегодня, отдать Ему свое сердце и получить в обмен сердце Иисуса Христа, посвятить Ему свой разум, размышлять о законах Господних, о законах совершенних, о том, что сделал Иисус Христос, что еще сделает через меня. Я Ему отдаю свой разум, в обмен приходит разум Христов. Библия об этом говорит. Мы имеем разум Христов. Я Ему отдаю свою волю, свои силы, в обмен я получаю силу Святого Духа. Познание воли, как мы сейчас прочитали, благой, угодной и совершенной. Отказаться от себя. Последователь Иисуса Христа написано, возьмем свой крест, отвергнуть себя, всего себя. Это значит просто отдадут себя, отвергнут. То есть я себе не нужен, Господь. Возьми меня, распоряжайся мной, как хочешь. Бог берет и дает мне что-то взамен. Только тогда, когда я думаю, что своего не хочу терять, но Божия хочу приобрести. Так не получится. Всегда происходит обмен. Посвящение. Посвящение. Отдай Ему свое время. Отдай Ему свои силы. Отдай Ему свое сердце. Отдай Ему свою праведность. И прими праведность по вере, праведность Иисуса Христа, которая абсолютна. Вот мне понравилось, в прошлом воскресенье я слушал эту проповедь. Оля Жданович делилась словом, которое она получила, и начала практиковать, что десятину своего времени надо отдавать Господу. Два с половиной часа она вот с утра рано встает и посвящает Господу. Я слушаю, говорю Наташа, мы в одном духе двигаемся конкретно. Потому что это моя тема, она просто вот рак кусочек отломила от моей проповеди. И вот там что-то уже там в арне. Пока мы в Китае, она время даром не теряет. Десятин моего времени. И вы знаете, мы, вот призадумайтесь только, хотя бы на минуточку. Мы отдаем Богу время, которое Он нам дал, на время, на малое, и получаем в ответ вечность, которая будет дана нам навечно, проведенность в раю с Ним. Есть смысл обменяться? Вот, брат показывает. Моя задача сегодня продать. Потому что Иисус повелел, Он говорит, купите у меня, купите. Иисус так сказал, это не я, Он говорит, купите у меня. Слава Богу, я реально работал, это моя практика врачебная. Приходит ко мне один человек, я когда-то ее давно рассказывал, эту историю. Он пришел с игровой зависимостью, он не мог отказаться от игры в казино. Проигрывал огромную колоссальную сумму, спустил целое состояние, чуть жену свою не продал. И просто вот пришел ко мне проходить по 12-шаговой программе духовного освобождения. От любой зависимости. Я начинаю его проводить по этой программе, начинаем общаться, сближаться. И я потихонечку подвожу ему о том, что просто можно вот так даром сегодня получить спасение, войти на небеса, стать последователем Иисуса Христа, что для этого надо то-то, то-то сделать. И этот человек мне говорит, это было еще в Казахстане. Да вот что-то я вот, вы мне говорили, я поразмышлял немного. И вы знаете, я, наверное, откажусь, потому что мне в раю неинтересно. Мне будет там неинтересно, потому что я знаю, что такие личности, как и он начинает перечислять Гитлер, там, Муссолини, там, Сталин, выдающиеся личности, там, ну, Ницше, там, ну, просто они все, я точно говорю, знаю, откуда он знает, я уверен, так говорит, Марлин Монро назвал, ну, точно я помню. Они говорят, уже в аду, вот с ними мне там будет интересно. Представляете, вот это правда, я ничего не придумываю. Вот этот человек говорит так. Я ему говорю, и вы знаете, приходит тут же в духе, что отвечать? Я говорю, вот ты знаешь, я знаю только одну личность, ради которой я пошел бы на небеса. Вот только одну личность, ради которой я бы все оставил на земле и пошел бы туда на небеса. Он говорит, что это за личность такая? Я говорю, ну, ты ее знаешь, наверное, может, догадаешься. Нет, не догадался. Я говорю, это Иисус Христос. Потому что если бы ты узнал эту личность, захотел бы ее знать, начал углубляться, вот в Иисус Христос, чем больше углубляешься, тем больше влюбляешься в Него, тем больше Его любишь, тем больше позволяешь Ему любить тебя. Его любовь к тебе расширяется, широта, глубина, долгота, высота Его любви начинает раскрываться через тебя. Апостол Павел пишет, смотрите, смотрите, ну, просто насколько сердца наши расширены, да, ну, для всех. То есть апостол Павел имел сердце Иисус Христа. И вы знаете, вот реально я хочу сегодня эту проповедь закончить тем, что когда мы любим Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью, вторая заповедь, не мы ее исполняем. Мы полностью посвящены Богу. Бог через нас начинает любить нашего ближнего. И тогда эта заповедь, она исполняется. Я в своей жизни, христианской жизни убедился, что я любить ближнего не могу. Вот я сам любить ближнего, да я быстрее его возненавижу на следующий день. Вот просто потому что мой ресурс, резерв очень ограничен. Раньше был очень психованный человек, ну, реально мне было, ну, и как говорится у нас в Казахстане с полпинка заводился, да, был очень вспыльчивый, потому что, ну, просто такая дурная масса у меня была, да, ну, накачанная там, ну, просто там Наташе рассказывали, мои старые друзья, вот такие плечи там, ну, просто направо-налево, ну, просто вот. И вот, чтобы им никогда сказали, надо возлюбить. Мне, знаете, мне было это смешно. Ну, кого любить-то вообще, ну, все люди, как говорится там, ну, вот у нас это была поговорка, все люди такие-такие-такие, да, и такие. Ну, это все, как бы, нехорошими словами. Вот, но у меня был такой принцип. Никому верить нельзя, вот, все плохие, вот, солнце там, фонарь какой-то там висит на небе, короче, там, Бога нету, царь плохой, все вот так поливаешь, поливаешь, поливаешь. Потом, когда я открыл Библию, прочитал, для нечистого все нечистое, все нечистое. Не потому что он, а потому что осквернены и ум, и совесть его. Он смотрит на все через призму своих грязных стекол, и для него смотрит на Иисуса Христа, как фарисеи смотрели на Иисуса Христа и видели в нем одержимого человека. Аминь или не аминь? Он говорит, ты одержимый, в тебе бес. Обвиняли его в том, что он богохульник, что он хулит Бога, ну, и так далее. Ну, в конечном итоге просто его убили. Они видели в нем преступника, они завидовали ему и так далее и тому подобное. То есть ничего чистого. Сегодня мой призыв, да, о том, что просто моя задача сегодня была, по крайней мере, подвести к осознанию. Бог очень нежен, он никого не заставляет, не принуждает. По крайней мере, просто он ставит перед выбором, да. Может быть, кто-то сегодня не готов. Может быть, кто-то сегодня как раз-таки готов. Вот, я вот сегодня больше к таким. Давайте мы слоним наши сердца. Когда-то я посвятил Богу свою жизнь. Когда-то был призыв. Пастор призывал, проповедовал, говорил о том, что если кто хочет посвятить свою жизнь, то сейчас время. Ныне время благодатное, время благоприятное. Господь, Ты сегодня стучишься в каждое сердце. Ты желаешь вечерю любви сотворить. Мы сегодня узнали, что моими благими намерениями мне проложена дорога в ад. Без Тебя я не могу делать ничего. Помоги мне принять решение всю свою жизнь посвятить Тебе. Отдать Тебе свое сердце. Исполнить первую заповедь. Возлюбить Тебя воистину, Господь, Господь, всем сердцем Своим, всей душой, всем разумением, всей крепостью Своей. Потому что Ты есть Бог единый. В Тебе нет никакого разделения. Иисус Христос говорил, Я и Отец одно. Нас не двое. Я есть в Отце, и Отец во Мне. Я и Отец одно. Мы неделимы. И во Христе Иисусе мы неделимы. Мы не двое, не трое, не тысячи. Мы одно во Христе Иисусе. Потому что соединены единой любовью. Во Христе Иисусе. И непрестанно омываемся драгоценной кровью Иисуса Христа. Помоги мне сегодня, Господь, Иисусе. Просто довериться Тебе так, насколько это возможно. Воистину блажен человек в действовании своем, как написано. Не блажен человек, который слышит и потом забывает. Даже не блажен человек, который только говорит Слава Божие. А блажен, исполняющий Слава Божие. Помоги мне исполнить заповеди Твоей силой и Твоей благодатью. Не самому, Господь, Твоей благодатью. Поверь. Просто каждый раз позволять Тебе делать то, что Ты хочешь. Самим Тобой. Ты живи во мне, как апостол Павел писал, уже не я живу, но что живет во мне, то живет Иисус Христос. А что ныне живу, то живу верой. Живи во мне, Иисус. Действуй могущественно. Смотри через меня. Говори через меня. Наполняй мое сердце, Господь, Твоей святой благодатью. Пусть от избытка сердца говорят мои уста святые слова. Освободи меня. Потому что Ты сказал, что если Сын освободит, то истинно будете свободны. Если Ты освобождаешь, то человек получает истинное освобождение от любой зависимости. Потому что тот, кто в нас, Он больше того, кто в этом мире. Если с нами Бог, то кто против нас. Господь, я доверяю Тебе, Господь, полностью и целиком в своей жизни. Управляй, Господь, мной. Вводи меня в Духе Святом. Научи меня говорить слова жизни. Научи меня исцелять так, как Ты исцелял, Господь. Научи меня освобождать так, как Ты освобождал. Еще точнее, исцеляй через меня, Иисус, и сегодня. Продолжай делать свои дела. Освобождай через меня. Через меня, Господь. Говори, Господь. Проповедуй. Лето Господне благоприятное. Тебе за все слава, честь и хвала, Господь, я покупаю тебя сегодня, я покупаю, Господь, этой ценой, золото огнем очищенное, я покупаю тебе сегодня, Господь, ценой своего посвящения, Белая одежда, одежда праведности по вере, я покупаю тебе, Иисус Христос, сегодня эту глазную мазь, чтобы мне видеть, как ты идешь передо мной, через меня и действуешь могущественно, Господь, видеть дела славы Твоей. И в книге Откровения написано, что ты смотришь на дела самых различных церквей и одной церкви ты говоришь, я вижу, что ты дела мои сохранил, я вижу, что ты дела мои сохранил до конца. Дела Иисуса Христа, ими мы оправдаемся, эти дела идут перед нами, туда они ведут нас, на небеса, эти слова, эти дела, они записаны в книге жизни, Господь, в памятную книгу, Господь, спасибо тебе, дорогой Иисус, за то, что мы узнали о той валюте, которая просто, Господь, Иоанна, имеет силу, имеет большое значение в небесном царстве, тебе за все слава, чести, хвала и величие, во имя нашего Господа, Иисуса Христа и народ Божий, если согласны, скажите Аминь. У нас всегда во время трапезы Господней служения немножко затягивается, поэтому я хотел бы гостям сегодня предоставить 20 минут, поэтому, пожалуйста, кто хотел бы выйти, с XVII. Аминь. Аминь. Продолжение следует...